Добрыня 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 Я уже провожу на данный момент семинары по самообороне, семинары для профессиональных бойцов, для тренерского состава, по физподготовке бойцов. Первым соревнованием для Александра стал ежегодный турнир Приволжского федерального округа по рукопашному бою в памяти Александра Майорова. Потом стал выезжать и на область, и на Россию. Выполнил разряд кандидатов в мастера спорта по рукопашному бою. Каждый год у Александра было порядка четырех стартов. После спортивной школы ИКАР начал самостоятельную спортивную деятельность и стал выступать на соревнованиях со своими товарищами по залу. С 2015 года боец проходит тренировочные сборы и выступает за команду «Школы Шторм» Александра Шлеменко. На тот момент как раз Александр выступал за рубежом, и Федор и Мильяненко выступали. За ними как раз я следил. Два наших российских бойца, и в то время как раз был подростком. Такое временное распутье. Я думаю, что это тоже не просто так. Очень много от них впитал для себя, ориентиров каких-то сложилось от них. И, соответственно, наблюдал за их карьерой, как у них проводятся бои. Александр, когда приехал на Шлеменко из Соединенных Штатов, он как раз привез некие методики и средства развития физических качеств бойцов с помощью этого самого кроссфита. То есть тогда они тренировались на стадионе, и там был примитивный инвентарь, который я с помощью друга изготовил. И как раз тогда начались первые тренировки. То есть я с Виталием Карловичем. Первая тренировка вообще была в присутствии Виталия Карловича. То есть я ему показал какие-то средства и методы, он одобрил. И мы вместе с залом борьбы, залом бокса начали заниматься на стадионе не Авангард, а Дюсша. Там проводили такие данные занятия. И после этого уже у меня возникло желание в рамках своего социального проекта «Добрыня» поехать в город Омск, договориться об интервью, взять интервью Александра. То есть, во-первых, я был фанатом, следил за ним. И там уже он более глубоко начал влиять, скажем так, ну, повлиял на меня в плане каких-то ориентиров, как на подростка. Вот, в плане здорового образа жизни, опять же. И после этого выступил за их команду. И поэтому меня рады там видеть, так скажем, всегда на сборах. Специальные тренировки по кроссфиту для бойцов стали стартом социальной деятельности Александра Логинова в Сарове. Спортсмен решил принять участие в грантовом конкурсе. И по итогу в 2013 году его проект «Добрыня» получил поддержку и финансирование. «Добрыня» – это не только продвижение спорта среди молодежи. Идея проекта заключается в гармоничном развитии личности на трех уровнях – физическом, интеллектуальном и духовном. Для участников проходили встречи в Духовно-научном центре Саровского монастыря на темы семьи, любви, дружбы и веры. Пищу для ума можно было получить в литературном клубе и на лекториях. А в спорткомплексе «Юниор» на протяжении четырех лет Александр проводил для всех желающих регулярные тренировки. Люди приходили с разным уровнем подготовки. Поэтому руководитель «Добрыня» старался составлять для групп индивидуальные программы. С некоторыми спортсменами Александр даже выезжал на соревнования среди закрытых городов по кроссфиту. Если вкратце про концепцию социального проекта «Добрыня», который я пытаюсь и реализовываю в целом, своими силами и силами неравнодушных людей, кто меня окружает, это продвижение здорового образа жизни, популяризация массового спорта и туризма. И очень важным, я считаю, направлением – это как раз тема духовная и свою историческую значимость, где люди могут немного освежить. Такое национальное самосознание, историческая значимость, свою культуру, свою традицию, потому что сейчас это невооруженным глазом видно, как это все уходит. В рамках проекта «Добрыня» наш герой участвовал в городских праздниках. На День города и День молодежи Александр устраивал силовые шоу, организовывал турниры по силе удара, физической подготовке. Также «Добрыня» помогал нуждающимся семьям и присоединялся к благотворительным акциям. Неоднократно проект выезжал в школы, техникум, вуз и учреждения дополнительного образования. С подрастающим поколением Александр разговаривает о здоровом образе жизни, вредных привычках, силе характера и духа. Череда встреч состоялась на тему самообороны. Александр Логинов привлекает внимание молодежи живым диалогом на равных и реальными жизненными историями. Несколько важных приемов и ударов по обезвреживанию агрессора боец показывает на практике. На каждой встрече Александр мотивирует молодых ребят выбирать трезвый и осознанный путь, быть активными и физически крепкими, развиваться и наполнять свою жизнь смыслами. В подростковом возрасте очень легко можно сбиться с пути, так скажем, в жизненном пути. И вернуться на правильный путь, на такой путь, где человек живет, так скажем, без оглядки. Это порой бывает очень поздно. То есть к 30 годам, за 25, когда у ребят уже, они понимают, что то, чем они занимались ранее, это алкоголь, наркотики и так далее, какие-то негативные кампании, общение. Это просто, ну, как говорится, выбросили эти годы жизни. Поэтому задача проекта – это как раз формирование условий и территорий различных для здорового образа жизни. Потому что именно спорт, он очень во многом тянет человека наверх. Если говорить про развитие этого наверх и какую-то деградацию человеческую, теннис, то в любом случае спорт всегда вытаскивает неразрывно. Вот в различные периоды стресса, чтобы с человеком не случалось, он тянет его наверх. Когда человек уже в этом вовлечен, воспитан, развит, там с детства развивается, рядом с физкультурой, с гимнастикой, это не обязательно профессиональный спорт, это даже не обязательно любительский спорт. Когда в нем заложено понимание просто здорового образа жизни, он во многом как бы ему помогает, способствует. Поэтому основной упор – это аудитория подростковая также. Но со взрослой аудиторией, естественно, все люди также присоединяются. Очень много людей к нам обращаются. Во всех инициативах и начинаниях Александру Логинову помогают друзья и наставники. Наверное, надежное плечо и поддержка за спиной имеют большое значение в успехе человека. Вместе с Александром, его друг и спортивный товарищ Сергей Ломакин, помогает в проекте «Добрыня», участвует в совместных мероприятиях, выезжает с ним на соревнования, делится опытом. «Саня – пахарь. Он такой, это есть такое понятие, то есть кто очень сильно пашет на тренировках. И вот что у него плюс, как для спортсмена, у него очень большая мотивация. То есть мотивация, заряженный постоянно такой на результат. То есть молодец, он верит, как бы свой успех, свой результат. И это ему придает еще больше сил. Тренироваться, выкладываться полностью. То есть тренировка, он как бы очень отдается физическим упражнениям. То есть на выносливость очень большое внимание уделяет. Я так считаю, что у нас для Сарова, я думаю, он подтвердит, у нас для Сарова, у него бы рост шел намного быстрее. Но так как у нас город маленький, возможности спарринговых партнеров очень такие, так скажем… Если, например, в Москве, вот даже когда я ездил, я помню, то есть если в Москве, у них же очень много клубов и очень много ребят, очень много конкуренции, к которым можно прийти, поспринговаться, отрабатывать те или иные навыки. Много тренеров. Любой зал мог приехать, про Москву, в любой район. И просто там побоксировал, сегодня пошел каратист, поспринговался, потому что так, как боксерам поспринговался, потом боксерам. Залов очень много, а у нас в городе, к сожалению, очень мало. То есть у него есть там ребята молодые, крепкие, которые сейчас только начинают обороты набирать. Вот он с ними спаррингуется, но я считаю, что все равно этого мало. Потому что со своими ребятами все равно, особенно которые моложе, где-то полностью не выложишься в удар. А в спаррингах все равно иногда это нужно. Общие взгляды и идеи сдружили Александра с тренером спортивной школы ИКАР Вячеславом Дроновым, который выступает не просто как наставник по боксерской технике, но и друг, который морально настраивает на любое начинание. Тренер и спортсмен совместно готовятся к соревнованиям. В будущем в рамках социального проекта «Добрыня» Вячеслав Дронов и Александр Логинов планируют запустить совместные спортивные молодежные программы и мероприятия. Мы хотим организовывать какие-то социальные проекты. В дальнейшем у нас есть идея все это как-то в массы вывести, проводить мероприятия, направленные на социальные. И как бы на этом фоне мы начали общаться, общаться, общаться. И, конечно, спорт нас связал. Саша занимается. В то время он готовился на бой по боям без правилов. Он давно хотел осуществить цель свою. И мы вот здесь стали более тесно общаться. Он стал приходить к нам в зал бокса. И мы с ним стали уже непосредственно стремиться выполнить цель. Ездили мы в Челябинск, у нас там был бой. Мы готовились. Начали работать, заниматься именно по боксу. Ну и помимо этого мы продолжаем именно работать над проектами, которые мы хотим запустить в городе Саров. Пока о них мы говорить не будем. Чтобы как бы уже именно по факту. Больше направленность на молодежь, на воспитание, на патриотизм, на здоровый образ жизни. То есть как бы направлено на эти сферы. На оздоровление семейное, какие ценности семейные, чтобы появились. И мы как бы объединили ресурсы и будем. И уже, дай бог, чтобы все у нас получилось. Ничто не помешало. Будем начинать в городе Саров уже пробовать. По мнению Александра Логинова, очень многие проекты и инициативы, большей частью направлены на работу с благополучной молодежью. В этом руководитель проекта Добрыня видит большой минус. По мнению Александра, нельзя не обращать внимание на трудных подростков из неблагополучных семей, на людей с зависимостями. И для них необходимо создавать условия для роста, развития и перемен. Поверить в них и дать им шанс вернуться к нормальной жизни. Считаю самым важным, это то, что есть люди, ни один, ни два, ни три человека, которые с помощью условий, каких-то мероприятий, которые создавал, может быть, моего образа жизни в плане здорового образа жизни, приверженности моего к спорту, популяризации здорового образа жизни, они как раз уходили с пагубной дороги и становились на путь здорового образа жизни. И по сей день они занимаются и ушли от алкоголя и прочих пагубных привычек. Такие люди, да, есть. С трудными подростками была встреча в зале бокса у нас здесь, на стадионе Икар. То есть я организовал встречу с ребятами-боксерами, с ветеранами спорта, с действующими спортсменами, с теми ребятами, кто когда-то давно оступился в своей жизни, там прошел какой-то негативный опыт и смог это перебороть, исправить свои ошибки в жизни и вернуться на правильный путь. Ребята как раз могли задать всем вопросы, поучаствовать. И наперед забегая, как раз скажу, что всегда есть вот эти 5-7% аудитории, на которых влияют эти мероприятия, и ребята у нас ходят, занимаются. Зал борьбы и зал бокса. И именно с той встречи. Вот это очень радует. Значит, скажем так, все, что делаем, имеет свои плоды. Александру хочется думать о тех людях, которые оказались в трудных ситуациях. Возможно, потому что и он сам в подростковом возрасте попал в плохую компанию, но сумел выбраться и теперь хочет помочь в этом другим. Неравнодушие взрослых, личный пример и создание необходимых условий и территорий – это то, без чего нельзя выстроить здоровое поколение, считает Александр Логинов. Планы у социального проекта «Добрыня» масштабные. Установить спортивные площадки в малонаселенных пунктах по всей России, а в Сарове проводить больше спортивных мероприятий для разных возрастных категорий. Про то, что спорт развивает силу воли и характера, говорят много. Жизнь может поставить в неожиданные ситуации, где потребуется собрать себя в кулак. Александр Логинов доказал, что спорт может помочь справиться даже с тяжелой болезнью. В июне прошлого года спортсмен узнал, что у него обнаружили онкологию. На протяжении 7 месяцев он перенес 12 химиотерапий и одну лучевую терапию. Желания и какие-то силы внутри себя находились не отчасти, даже очень во многом. Но благодаря моей приверженности к спорту это раз. Во-вторых, сама эта борьба, на которую еще надо было решиться, и чтобы решиться начать бороться. То есть это также благодаря все спорту и развитым качествам, моим каким-то внутри себя, которые я развил в этом спорте, в своем. Далее, по прохождению, опять же, самого лечения, здесь, опять же, очень важную роль сыграло это отсутствие пагубных привычек и здорового организма. Это тоже очень важно. Потому что, если опять все это перечислять, но в сравнении, то были люди, которых я видел, и у них падали руки, так скажем. То есть они не начинали даже этой самой борьбы. Кто-то начинал, но не доходил до конца. Кто-то начинал, не доходил до конца по разным причинам. У кого-то задавал сбой организм из-за того, что они вели пагубный образ жизни и не смогли, к сожалению, продолжать бороться с данным заболеванием. Были моменты, когда, ну, не знаю, как... Ну, в общем, опускались руки, так же, во время прохождения лечения, то, что морально, морально было тяжело. То есть, наблюдая то, как у людей затягивается, ну, лечение, это достаточно тяжелое испытание такое. Вот. Поэтому я считаю, желаю и считаю людям, чтобы, скажем так, меняли свою жизнь в сторону здорового образа жизни. И потому что это во многом только сопутствовать будет, а не препятствовать. Александр победил онкологию. И сейчас проходит реабилитацию. Восстанавливает физическую форму. В августе уже снова планирует вернуться к активным тренировкам и выступлениям на ринге. Боец уже настраивает себя на первые после болезни соревнования. Гран-при в Сибири. Наша передача подошла к концу. В следующий раз мы услышим новые истории. Познакомимся с новыми героями, новыми лицами, лицами старого. До встречи в следующем выпуске на канале 16. Субтитры создавал DimaTorzok